добрый день здравствуйте дорогие друзья вас приветствует грибоведы сегодня у нас второе июня 2020 года и вот у нас снова машина стала ездить коля постарался мы сразу же поехали конечно деревню во-первых как там у нас растения себя чувствует посмотреть но как домик как домик перезимовал домик перезимовал мы еще там не были ни разу после зимы ну а конечно же ехали едем вернее лесом и естественно смотрим что там растет вот сейчас пробежимся посмотрим что здесь вот хотим заглянуть в одно местечко там всегда какие-то грибы есть может сегодня чего-нибудь выросло хорошо ну что пойдем смотреть вот а здесь лес такой здесь у нас березы растут молодые елочки подростки вот молодые рябинки ну немножко сосны внизу на земле вот листья листопад пловны разные как-то вот так ну в сезон здесь и так-то грибное место здесь разные весь вот и мы все руки собираем белые встречаются подосиновички но сейчас лето грею как весна еще можно сказать у птиц весенние песни не видно где не видно где-то будет осина повалила за зиму будем смотреть ну вот зашли такие дебри какие-то удивительные создания молочная такая типа галерина что же с темным налетом на ножки наверно кто-то из галерин ствол гнилой ствол березы галерина окаймленная то на сосне растет а это вот плюс то что сейчас весна еще 2 июня это можно сказать еще весна маленький прям совсем размер с руки как маленький ладно непонятно что это за представитель ну все как у настоящего шляпки ножки пластинки посмотрим дальше ну вот они это те же самые грибы что вот только что на березовом не а это вот на березовом стволе сосны о какая семейка ну это какие-то другие явно немножко более светлая без налета желтоватые пластинки непонятно проснулись ладно смотрим дальше так ну и конечно все сезонный гриб это чага вон как она из трещины в коре вылезла ну сейчас отрубим кусочек чай будем пить хорошо все ладно ну вот еще чага как-то здесь у них островочек такой конгломерация возьмем небольшие ну еще пойдет так ладно вон туда сходим повыше тот здесь уже как-то так сыровато будем смотреть вот а это тоже вон какую гигантскую осина вывернула зверюшки объедает кору еще не успели ну судя по всему это эти лоси да косули да и зайцы собственно тоже почему-то им нравится вот эта горькая осиновая кора ладно а мы идем дальше пока что-то ничего не видно эдакого ну кроме тяги конечно что я тебя звал смотри смотри семейки а вот посмотри насколько они летние думаешь это начало их ростов ну сверху глядя тогда вот и я точно такая же у меня реакция видишь нога какая так что хренушки вам а не опята ух ты это какие-то галеринки а вот эти попробуй галеринки ну ка ну ка ну ка да 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 какое-то странное это ну ка вон тот круг а может это древесинный вот я-то подумала может верно так ну ка на ладошке смотри какая-то темная нога с налетом да а налет убирается ну ка сейчас посмотрим да да убирается убирается так что будьте осторожны так что да кто его знает может и верно это галерина ну кто-то из родственников да да ну вот я думаю если мы не уверены не 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 а если люди не уверены так лучше не брать конечно кто его знает вон они вот по прям это сосновая дробиняк это ага ну вот это вот сосновая а это ну это вот березовая видишь тоже значит и березу и сосну едят ну тут так явно сосна угу вот так вот да едят все ладно пойдем дальше смотреть ну вот довольно повсеместно эти мелкие грибочки встречаются вот вот еще одна еще один ствол какая-то мелочь незнакомая но но не единичная не единичная встреча вполне 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 желтые пластинки и и с белым налетом на ноги да значит это их рост нет а вот что это будем исследовать в литературе ну и вот уже все повернули домой ну что ничего нету кроме этих галеринок маленьких и видать это у лешего чтобы мы не обижались ну да вот смотри какой та-да-да-да и вот так и нашелся да нашелся парень смотри вот старенький весь вот в пыли это эти споры да да вот так вот а этих та нету да никого друзей то его один одиношки ну давай сорви посмотрим щодо внутри большой божьей уже это съеденный да Ну не съеденный, он просто большой, уронил и он весь развалился. Ну ладно, посеем лебеду на берегу. Вот так вот. Ну смотри, все-таки вырос. А я вот и говорю, сейчас ходил вообще никого, ничего. Ну ладно, едем домой. Завтра будет более такой... Может на зайчье поле жарить. А, вот это еще, да? Ну давай заедем. Все, поехали тогда. А то время... Солнце на закат. Ну что, вот лес показал. Есть. Только мы не там ходим. Ну все. Ну вот еще приехали на одно место. Сейчас посмотрим. Ну вот тут мы тоже собирали. Встречаются строчки гигантские. И встречается орляк. Ну скорее всего с орляком мы уже прозевали. Я так думаю. Давай посмотрим, Лена. Ну знаю. Орляк посмотрим, говорю. Потом будешь знать. Да. Угу. Попи. Молодые. Да. Я думал, мы уже опоздали все-таки 2 июня так. Да ну ничего, все перепуталось. Вообще ничего не понятно. То осенние грибы найдешь, то листья на осинах еле-еле. Вот. Как проверяют. Если он хорошо ломается, то еще можно его брать. А если нет. О. А этот вот. Отлично. Ну давай. Обьем. Вот. Вот. Просто легко отламывается. Вот такие кочережки. Да смачный такой. Ну да. Еще бы. Ну ничего. Воды много. Ага. Вот такие. Те, которые ломаются. Те, которые просто гнутся и надо силу применять. Уже не стоит. Видишь? Они только. Да, да, да. Да. Начинаются. Угу. Не, ну часть вон от крыши уже с листьями есть. Вот так вот. Угу. Ну что. Будем собирать вон сколько. В прошлый раз вот как-то вот. Вон сколько действительно. В прошлый раз прозевали. И прозевали, да ко мне что-то и не понравилось. А видишь, говорят, что неправильно готовили. Может быть. Надо обязательно в соли выдержать. А. Вот. Потом вымочить. А потом уже отваривать и жарить. И типа вот как бы на грибы похоже. Ладно. Попробуем. Хорошо. Берем. Ага. В лесу почему-то они уже почти все распустились. А вот здесь на более открытом месте. Да. Вообще. Только. Только кочерки. Кочерки вот эти, да? Да. Тоже странно. Ага. Так. Ну да. Ну зато смотри сколько здесь. Их много. Можно. Тяжело собирать? Так. Собирать-то легко. Да. Что тут? Они обломываются легко. Ломаются. Да и все. Ага. Ну видишь говорит Дальний Восток вон. Вон. Тысячами тонн. Ага. Заготавливает и сдает в Корею, в Китае, в Японию. Ага. Ну что-то как-то у нас вон вообще никак. Да. Вот пожалуйста. Там тоже. Различия, да? В культурах. Ну. Они там все едят. Что-то шевелится и даже не шевелится. Ну почему? Ну может быть и так. Но тем не менее вот здесь орляк не прижился. Здесь как-то не принято орляк собирать. Смотри какие молодые. Ладно. Будем создавать традицию. Прецедент. Прецедент. Точно. Ага. Ну ладно. Ну еще чуть-чуть нарвем. Да хватит. Немножко еще да и хватит. Надо хоть попробовать. Ну да. Правильно приготовить и что там получится. Да. Ну ладно. Хорошо. А это такой длинный корень. Он тянется и через каждые 20 сантиметров почечка. И эта почка дает побег одиночный. Он отличается от страусника или от щитовника. Что те как бы из розетки растут. А этот растет вот. Каждый сам по тебе. Да. Каждый росточек один. Через каждые 20 сантиметров. Ну приблизительно. 15-20 вот так вот. Во. И ландыши уже первые начинают распускаться. В прошлом наш поход только гвоздики вылезли. Ландыши. А сейчас уже вон. Уже цвет бутоны. Пойдем домой. Поздно. Уже солнце садится. Темно. Ветер. Грибочков то и нет. Ну вон у нас нарвали вот орляка. Так. Ну что. И вот. Все. Уже из леса выхожу. И. И что. Какой-то грибочек. Да. Приходи. Посмотри. Размер. Уже такой. О-о-о. Сантиметров. Всем сэмгосом. А. Это. Милоналилка. Да. Премоносковая. Точно. Ну надо. Весной. Да. Она весной растет. Ага. Ну посмотри. Оно. Ножка такая. Как надо. Ага. Пластинки частые. Они тут всегда растут в этом месте. Да. То есть это их. Такой отчий дом. Угу. Ну вот. Она самая. Милонолевка. Ага. Или Миланолеука. Нет. Ну вот. Произносит все таки Миланолевка. Левка. Левка. По ручке Левка. Ага. А вот так по латыни левка. Миланолевка. Ну понятно. О. Какой. Она еще есть. Но в принципе это съедобный биск. Мягкая такая. Ну да. Съедобная гладенька. Да? гладенькая ну пахнет так чем пахнет приятно пахнет да хорошо так вот смотри-ка интересно ну ладно вот еще такой ну чего как итоги дня итоги такие один строчок гигантский нет даже не гигантский он просто большой был до обыкновенный ядовитый вот который но он в принципе съедобный сего сильно долго ну это ладно ядовитый будем считать все так и вот мелан левка собирали папоротник орляк орляк попробуем сготовить потому что когда мы готовили прошлый раз нам порезали и пожарили оказалось что надо высолить еще его вымочить высолить вот а потом уже готовить ну все сегодня значит нас второе у нас 2 июня 2020 все едем сейчас домой вернее это мы и едем все просто зашли тут в одном место в другое едем в деревню ну все до свидания блоград и Субтитры подогнал «Симон»